решаем вот эту задачу про факториал значит тут нужно разобрать какие ошибки здесь делаем пять ошибок тут говорится в общем что здесь не так вот если тут два числа умножается то если здесь хотя бы одно из них один из множителей этих равен нулю то это число всегда будет нулю равно то есть ничего такого выполняться не будет не знаю считается ошибка или нет но тут нет ввода числа n то есть числа факториалов которого нужно вычислить так дальше здесь к не хватит у нас то есть нужно чтобы было к меньше либо равно n чтобы посчитать факториал числа n и последний не знаю нужно вывести то что получилось считается это ошибка или нет должна получиться вот такая программа то есть переменные целые обозначаем k и f равны нулю вводится число факториал которого нужно вычислить здесь меньше либо равно нулю нулю ну и вывод числа проверим работает это или нет у нас здесь сказано что факториал числа 5 равно 100 и равен 120 запустим 5 120 так и 6720 видимо работает все ошибки мы нашли так следующее задание тут проанализируйте следующий цикл пока а меньше b c присвоить значение а равное b особенность какая тут во первых этот цикл неизвестно сколько раз будет выполнен то есть у нас неизвестно а и b вот это вот с видимо должно быть логической переменной иначе вот вот это выражение записать нельзя будет то есть как должна выглядеть эта программа то есть у нас есть числа а и b и пока меньше b то логическая цикл присвоить вот это значение ну и так чисто чтобы было понятно что как должна вот эта работа на самом деле тут к а или к b мы хотя бы должны добавлять единицу чтобы у нас что-то изменялось иначе цикл вообще никогда не будет выполняться и вот что у нас получается каждый раз печатается false такая странная задача так ну здесь дана последовательность операторов сколько раз будет повторен цикл каким будет значение переменных а b и s после исполнения этой последовательности ну тут особенность чтобы должно быть строго больше чем 8 то есть если посчитать а равно 1 плюс 1 будет 2 b равно 2 нужно 2 1 нужно 2 будет 2 значит после выполнения первой итерации у нас будет а и b 2 и 2 равны следующая итерация получается 2 плюс 1 3 и 2 умножить на 2 4 3 и 4 4 умножить на 2 8 но 8 вот здесь равно нету поэтому у нас еще раз будет выполняться цикл получается цикл выполнится 4 раза и в конце у нас а будет равно 5 а b 16 ну и соответственно 5 плюс 16 будет 21 видимо так напишите программу в которой осуществляется ввод целых чисел подсчет суммы среднего арифметического введенных положительных чисел используйте цикл репит как это делается то есть у нас есть программа у нас x это число которое мы вводим к это количество введенных чисел с это сумма и средне арифметическое должно быть вещественно почему вещественно потому что результат отделения целым числом быть не может в начале всех этих манипуляций к и с равны нулю потом выполняется цикл сначала мы вводим до каких пор выполняется пока не введется x равна нулю x введите x x вводится с мы прибавляем x и к к прибавляем единичку чтобы посчитать количество введенных чисел ну и в конце после всего вот этого вычисляется средне арифметическое один раз то есть мы сумму делим на количество вот печатаем тут вот я проверяла нужно еще раз проверить x равно 6 x равно 5 x равно 7 x равно 3 то есть пока мы не введем 0 мы будем вводить эти числа вводим 0 и у нас подсчитывается сумма и средне арифметическое так надеюсь тут все понятно так следующее задание напишите программу в которой вставляется ввод целых чисел до тех пока не будет введен 0 и определите максимальные наибольшие из введенных чисел используйте оператор repeat какие здесь нужно изменения ввести у нас к и с не нужно а нужен максимум нужно ввести максимум значит вначале пусть у нас максимум будет равен нулю сюда мы должны написать макс так к и с нам больше не нужны так видите число и теперь максимум если у нас введенное число еще больше чем максимум который у нас есть то тогда этому максимуму присваиваем значение введенного числа и все это у нас будет выполняться пока не введется 0 это нам надо здесь напишем макс максимум максимум равен надеюсь я нигде не ошиблась проверим x 5 6 1 0 максимум равен 6 ну вот таким образом это работает на этом пока стоп